вот я к чему про кроссовки что мы съездили в дайкман пока нашли его пока поехали пока припарковались пока по центру походили в общем уже 12 часов дня я уже подустал а нам еще идти ман вот это вот газированная вода еще лезет это не просто быть ютюбером-то блогером я хочу хотел сказать тогда что мы идем сейчас смотреть суси парка а я уже устал и руси ты устала или бодренько себя чувствуешь бодрячком прям красавчик этот суси парк как будто разделен на две части но это даже не даже не развелся сидит трасса и это это получается зоопарка тут какие-то виноградники нам рассказывали это за них она рассказывала или она рассказала где-то мы видео обзор смотрели по ютюбу где-то да здесь какие-то тоже виноградники но они получаются находится за территория парка здесь уже другая тут такая вот арка тоже небольшая тоже очень интересная какая-то такого цвета рыжего вот а мы сейчас заходим в основной в основной парк тут такая стена стоит мы ищем вход в этот парк потому что этих входов много и мы хотим выйти войти в центральную сделать это не так просто вот такая вот стела прямо огромная какая-то как будто египетская с какими-то египетскими иероглифами прикольно я не удивлюсь это док египетская потому что они любили их это оттуда с египта перетаскивать в европу это действительно египетская стела или как это правильно называется с настоящими египетскими иероглифами а может и нет мне кажется что я где-то смотрел видео и там говорили что ее сюда привезли и установили и это будоражит воображение конечно надо вот конечно узнать точно я к ничем книг чему ни к чему египетского еще ни с чем египетским еще не соприкасался действительно настоящие иероглифы то это конечно круто нашли мы дох центральный вход в парк вот здесь такая его схема мы находимся и тут наверно прямо по карте можно да исходя ну вот надо какой-то красный пункт вот один я вижу мне интересно вот про эту статую стелу это узнаете настоящая египетская или нет нет почему треугольника в полной вот трассы смотри но с другой стороны нету такого вот штанг орт вообще-то был животный штанг орт я вижу только к 1 ну или вот здесь вот это тоже вот как-то подходит у стерли скорее всего здесь пойдем ааа вот тут вот здесь вот вот Канада Канада прямо так пахнет тут пахнет липой мы приехали в суд 20 июня сегодня когда это липа вся в цвету и и все весь по сдам в липе весь город в липах все пахнет так и такой сегодня датирок и липы пахнет и туристов немного сегодня еще понедельник туристов вообще в городе туристов немного я не знаю где они все вроде лето казалось бы красота идеально для путешествия для посещения вот мы заходим центральный центральный раз центральный вход я так понял да я так понял что самая такая резиденция самый дворец стоит возле мельницы точнее мельницы там должна быть мельница рядом потому что все что остальное мы посчитаем за дворцы это либо дворец прислуги либо кухня возле настоящего дворца должна стоять мельница давай Сан-Суси красиво что капец я вам скажу эти колонны эти парки эти статуи фонтаны фонтаны фонгляугли вот такие вот вазы чаши вазы ну пойдем дальше я так понял здесь много много чего смотреть да эхе-хе-хе эхе-хе эхе-хе они здесь все красавчики представлены Федерик Фернандо Великий Эрнеста Первый и Фридрик Могу учить Пойдем здесь лабиринтов этих наверное много вон там какие-то негры прямо черные статуи прикольно это уже наверное новодел это прямо интересно я еще не видел черные статуи афигеть прикольно 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 там тут есть опять статуи статуи там какой-то замок в дворе пам-памчик ревишка симпатишка так ну что ныряем шли в самое-самое сердце Сан Суси вот это вот картина лубочная Сан Суси со всех картинок в интернете вот это вот каскада треугольных ёлочек и там еще между ними я не знаю что растет вот так это все я думаю что нам не мешало бы по этой лестнице все-таки подняться раз мы здесь раз мы пришли нам сейчас придется туда взбираться в эту жару в эту жаришку красиво да тут опять у нас статуи 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 всякие разные у нас сейчас обойдет водой там отлично вот такие вот статуи на каком-то козле так мы посмотрели видео тут еще должна быть какая-то чайная где-то дом которые устроили здесь драконы или дом замок драконов там какой-то небольшой такой с драконами тут нам все надо идти там в сетках у нас поймала значит они поймали младенцы какого-то вместе с рыбой и раком красавца красавца кричится так видишь кого он догоняет все тут вот эти скульптуры по мотивам сказок александра сергеевича да 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 значит чай дерутся чайки дерутся пились друг другу в шеву хорошо какие-то все кровожадные немножко вот русла нашла селфи плац да инстаграма хотя веду я его мне является инстаграм а я инстаграмщик ютубщик и фейсбушник но фотографирует макгерны для меня так хорошо очень хорошо позируем краски давай сделаем кися камера то начала вырубаться уже да она видимо уже перегрелась а я хожу снимаю и тут рассказываю вы а камера там какие-то буквы упали или что или это так задумано почему дядька англичане не распознают так не надо я тебе буду фотографировать еще пускай висит с двух сторон отзыв но странно почему они не в сарослях не в растениях а восходящего солнца и золотого писающего мальчика до походя что это пахнет какими-то растениями цветами вот замок с другой стороны тут работники какие-то поставить свои машины наслаждаться красотой эти марки эти эти колонны вот это класс кисть и людей вообще нету портит а что он делает вообще он моет эту самую гальку эту или что зумой гальку да ладно наверно в чем прикол что это как я не знаю давай давай шикардо и не подойдешь в хуйню что мы не знаем что мы не знаем что мы не знаем что мы не знаем О, вот так где будет, но это не какое-нибудь дебойто, это просто, да, сейчас сидит как-то далеко, как можно туда попасть. И это история про жадного мельника, который попросил денег у этого Фердинанду, чувака, короче, который был самым главным австрияком, который не настроил этих замки. Типа, говорит, дай мне денег еще на мельницу, он ему дал, а тут взял еще за валаховую мельницу, прямо рядом с замком. Это чувак играет с ними. У него уже кафтан, уже вытвел, потому что он здесь просто живет. Большая мельница, большая. О, в центре, в лагерь. Идем по парку. Здесь вот такая вот уже красота, с пальмами. Опять что-то пахнет. Такие вот скульптуры. Идем, нейтральные пальмы стоят. Вот что значит жить на севере, как мы, проехать ближе туда вот. Все, что за Берлином в Германии. Я знаю, как я сейчас. Шучу. Все, что туда за Берлином, это уже все теплы, жара, пальмы. И все, что вот к морю ближе. Это вот там рыбница Дамгартен. Там все равно люди живут. Алекс Цитанов там живет. И его Ивишка с импатишкой. Смотри, какие статуи прикольные, интересные прямо. Прямо бронзовые такие. Пальвы, пальвы. Пальвы. Вот следующий комплекс красоты. В Сан-Сюси. Уже смешно. Сан-Сюси. Давайте скандировать. Сан-Сюси. Все смотрят. Сан-Сюси. Блин, не забывайте лайкать только. Я вас вот умоляю, прошу просто слезно. Что это такое? Чуть 5 лайков, с которых один бой. Все так же плачевно. Посмотрите, какую мы вам красоту снимаем. И что? За 4 лайка этих, что ли? А, это шведы? Да. Лайки выпрашиваю. Я новая, это, выпрашиватель лайков. Так, шли мы, шли по парку и вышли к очередному замку. Да, замку. Поднимаемся. Как ты говоришь, Кися, как это называется? Ты говоришь? Нуэй Палас. Нуэй Палас? Как новый здоровец. Окей. Можешь меня запрещать? Легко. Вот оттуда на фонтан. Давай. Надо вообще в фонтане прямо. А здесь, кстати, я тебе скажу, еще... Прямо фонтан здесь должен быть? Он что-то выключен. Упана. Ты кому его давал? А чужим дядькам давал? Мой телефон. Мой телефон. А мой не устраивает, что ли? Я испугала. Все сделали фотосессию, идем дальше. Сан-сю-сю! Сан-сю-сю! Скандировали туристы. И их благосклонно пускали вовнутрь парка. Аль-То Шведа вообще людей нет. Если там возле центрального замка еще были там немножко люди, то тут просто вообще никого нет. Тут еще и дорога прямо идет. Прямо вот просто бунтэш-трасса возле замка сам. Как так они сделали? Мне кажется, немножко надо было эту всю дорогу проложить в другом месте. Вот как вам сейчас переходить, интересно. Перелазить? Здесь будто раньше может... Здесь наверно все мощные. Скамеечка Скамеечка Ну да, мы не любили этот разбах Так, вон передвигающийся куст Мы вот говорили, что здесь туалетов нету, но я скажу, что туалет мы не видели, а вот урн нету Я хочу с пустой бутылкой, мне некуда лежать Разумеется, я её не выкину просто так Потому что я человек воспитанный И просто так мысль не выбрасываю Тут можно посидеть на солнышке Ха, а вот теперь вопрос ещё То ли мы здание смотрели, у этого тоже здание? Вот такие штуки Флюгеля Да И опт на карте было то или это Большой вопрос Офигеть Давай ещё раз О, там прямо лимоны Какие-то цитрусовые растут Там какие-то прямо цитрусовые растут Ага Лимоны Лимоны, ну что это? Что это вообще это? Это не лимоны, это апельсины или что это такое? Если это апельсины, ты где? Не бежала Вот так вот, только отъедет дома немножко вглубь И тут уже лимоны, бананы А у нас дуба, караул Устали трястись от холода просто Видало? Апельсины или что это? Вон А? Это же не лимоны Это прямо апельсины, они гигантские Да Это Как-то выращивает М? Да Это райский сад Фердинанда 1 Угу Прямо эти цветы просто завозят в тень В обед, вот когда самое пекло Ты думаешь? Нет, это я вру сейчас Это я сейчас придумываю, но тем не менее Эта штука может упасть прямо Угу Смотри А, тут уже тупик Вон они все там стояли Они их сейчас оттуда вывозят Ничего себе, а что они здесь закрыли? Я здесь тоже хочу погулять Нифига себе Вот тут память А? Да А тут же не закрыто, там нельзя, а тут можно Пальмы Пальмы Это они сейчас разведают, а здесь зимы и зима Что-то поздновато, уже вообще-то середина лета Ну, да Там Так и есть Ты права Интересно, туда наверх можно забрать? Уже Уже кроссовки грязные, белые А у меня еще белые, посмотрите Белосвязные Знаете, почему у нас белые кроссовки? Потому что мы туристы Настоящие Те самые Самые настоящие туристы Белые кроссовки Те Сапки-цаки, сапки-цаки. А, наверное, вот это вот для этой студии. Или она показывала, хотя нет, там как-то все рядом было. Нет, 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 нет. Ну, вообще, наверное, надо заткать. Сапки-цапки-цапки. Да, сзади там какие-то еще много строения. Обязательно, обязательно. Как-то хоть что-то, знаешь, что искать, что посмотреть надо. Даже если бы не заполнил все эти имена, названия, фамилии и даты, это не страшно. Ты просто знаешь, что... О, есть еще чайный домик, нам надо бы его увидеть. Кстати, вон там какое-то строение. Есть еще дракон, дом драконов, помнишь тоже? Я же тебе сказала. А, ты же сказала, да? Я просто хотел освежить, напомнить. Тут надо было на конях ездить, чтобы вот тут чаю попить и обратно в резиденцию, во дворец. Замахаешься мы пешком, уже идем тут полдня. О, они, наверное, здесь прямо и ночевали тогда. Такой, я сегодня в чайный все, у меня нету. Потому что здесь такие расстояния. Не просто тебе кафе, машину купить, а целый дом бастер. Да, он такой живет, в глаз своего нету. А люди такие, блин, чай попить. Постройте как дом. А где пить чай? Дома-то нет? Домика чайного. Я хочу с драконами. Нет, ну это не чайный домик, это просто драконий домик. Кстати, тут кафе. Тут кафе. О, как мы пришли. Мечты сбывают. И здесь ты не только коронавирус, тебе восходишь. Я такой сразу примолк, подсчитывая расходы в уме. Такой так, калькулятор сразу включился. Так, так, так. Так, Кисура, пойдем отсюда. Что нам для этих драконов? Нормально они в этой старине? Устроили кафе. Деревяная та, что ли? Давай вата махи, а ты давай попил. Такой вид у этих драконов, как будто и недавно сделали. Ну что, все. Что тут есть? Тут я выключаю камеру. Так, мы в домике драконов. И обходим бегать. Пятый раз мы вокруг ходим. Ну, по крайней мере, вовнутрь зашли. Внутри красиво. Что я услышал от Иры, она сказала, включай камеру. Обычно она всегда говорит, выключи камеру. Тут она хочет, чтобы я снял ее мороженое. Говорит, включай камеру. Красавчик. Ну, о, я никогда не видел, чтобы в атакушке ставили. У нас такие ложки дома есть. Да, но я не знал, что на применение есть. Я все время, зачем они кривые такие. Ну, 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 зачем. В общем, я заказал эту махиату и зря. Мне Ирки, ну, его не мороженое, нравится больше. Я теперь завидую ей. Цок. Да. Это хорошо. Какая-то, какого-то, какого-то. Какого-то, какого-то. Ну что, вот мы и таки добрались до чайного домика. Да, тут был зеленый, это какой-то чайный дворец, маленький. Такой тоже интересный, с такой винтовой лестницей прикольной. Пойдем, если там можно. Вправо закрыто. Направо. Судя по всему, нельзя, там эти колонны, вон уже, ладно, нам дальше их вот скрепили, стянули. Вряд ли можно наверх. Еще везде все, в видео уберу, охотка. Красиво. Нельзя. Манна. Штукки все, урну фотографируй, потому что, в принципе, снял и забрался. Вот там внутри. Еще какая-то оригинальная кладка. Офигеть. Кисы вот не любитель нарушать закон. Знаешь, что я еще вспомнил? Мы же не нашли могилу вот этого самого главного Фердинанда, который это все построил, и который завещал похоронить его возле собак. Возле своих собак, и его наследники посчитали это кощунством, такого великого человека возле собак хоронить, похоронили его положено где-то там, и только буквально в 2000-х годах или 90-х годах его перезахоронили возле его собак. И на его могилу сносят картошку, вроде бы как на его, я ничего не путаю, потому что он экспортировал какую-то картошку, и там лежит на его могиле картошка сейчас. И мы ее не видели, не нашли. Блин, да, не знаю, в принципе это можно снять. Давай снимем, да пойдем, Кися. Не, ну нельзя, написано, что только зонда эрэфниген цубизистиген. Бельведея, это замал Бельведея. Это что, тебе это о чем-то говорит? Тебе это о чем-то говорит? Ну, такие интересные, прямо винтовые здесь лестницы. Жалко. Да, очень. Посидеться с это. Ну. Чувак, красавчик, я говорю, ты приехал, здесь там не чалец. Чалец. Чалец? Чалец? Неправильное слово. Чалец. Чалец. Немножко не стоил. Чилица, вот что это, я сказал. Так, да. Там кстати внутри, какой-то там ограждено, какой-то фрагмент там огражден, старые кают фрески или starого пова, знаешь, которую можно посмотреть, увидеть. так ну тут для челюди было вот эти вот домишки вачуги их не похоже на виноградник везде зимы все равно все кажется что это тот виноградник и кто-то кажется много здесь жила прессуна с челюдью так называемая конечно сверху мы бы увидели здание давай зайдем давай хотя бы нацарапаем на колонах что смотри-ка люди все царапают здесь был я вас покажет и скажет ну что нормально написали ладно вот этот бренд зачем что у вас в голове это вылезть он граблик идем дальше я даже не знаю эту дорогу другую обратно помнишь мы идем уже полдня надо домой только возвращаться еще неделю сегодня здесь всего на три дня уже все ли успею вот этот вопрос искали у нас еще не найдено еще половина всех дворцов пришлось гуглить прямо чтобы google maps нам показал куда нам идти потому что парк просто гигантский просто огромный вот сказать чтобы красивые ворота вообще безумно красивые ворота вот чтобы сказать какие-то шильды были вот чтобы все было обозначено для туристов может не особо так вот понять где что сложного такие за но это мы сейчас не к нему идем лучше к нему вот туда и пошли вот сюда сначала да посмотрим что там ворота просто балдены опять аллея это все таки и расстояние прямо метра метра метрами как они вообще здесь передвигались ну все что посмотрим это и потом включим не 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 понравилось там было сильно много людей много грязи какой-то много движухи бомжей бомжей а тут вот все чудно благородно воничьи ты вспомнили мы гуляли в кёнье все везде воняет как большой штат как большой город аутболков вот это тоже какое-то вот картинок здания я тебе скажу визитной карточки поздама и сан-сусси вот это вот это удивительно кроме шуток вы просто идем ведем такое впечатление что мы идем по какому-то лесу парку и людей никого раз вышли такой о кафе посидели там пару человек людей нету случайно нашли увидели посидели столики все свободные все опять идем по лесу лесу бабах дворец и вот так все вот здесь вот ты идешь идешь такой какие-то колонны какой-то все монументальная это вот просто какая-то фишка со всем помпезная да 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 вот посмотрите обычно эти все здания не в каких-то огромных городах ну или как-то все это ближе к цивилизации здесь как будто это все я даже не знаю как описать ему как будто где-то в каких-то джунглях и вдруг ниоткуда не возьмись появляется удивительно удивительно но вон там еще один вдалеке замок они просто здесь друг на друге здесь даже это головы просто как будто на стрелах одет шлем обалдеть фантазии было тут вот придумать и железо вот это все сделать или чего это не железо или какой-то железо нет просто крейси какой фонарь с изгибом такой и ходи такой снимай трогай никакой охраны оплаты делать что хочешь друзья это что-то невероятно просто меня этот сан-суси просто размазывает реально просто мы посмотрели такие замки такие вау 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 супер да идем дальше вау 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 ну все но больше нас уже ничего не удивит мы уже такие ну давай еще найдем здесь по карте должны быть еще какие-то замки и это просто потрясающе вот этот замок я не знаю его название эти скульптуры он просто меня прямо вот уничтожил вот эта красота я иду и вовлю себя на мысли что свалок спасибо тебе господи что я это увидел вот этими своими вот этими вот глазами это увидел это это колоссально просто это удивительно красиво и людей нету туристов нет я не знаю почему мы сошлись в теории с и руси что сильно большая площадь и все туристы рассосались разошлись по этой территории и поэтому мы мало друг друга встречаем ну просто несколько человек встретишь и все нету туристов каких-то толпы каких-то японцев китайцев просто несколько человек тут еще во внутрь по ходу может зайти или что вон люди пришли ну это просто эти фонари какие-то изгибающиеся я не могу просто у меня уже нет слов это удивительно красиво это вот прямо рекомендую это даже вот прям у меня теперь поздам на первом месте трестон отошел на второе вообще это невероятное я просто иду и и у меня уже нет слов его даже это все описать вот эта дорога да 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 это дорога вот мы по ней пойдем обратно теперь можем ее придержим самому не фотографируется они мы можем теперь придерживаться этой дороге мы сейчас вот так вокруг обойдем и я хочу как-то пофоткать стоит я хочу наверно пойти пофоткать пойдем нет мы там уже были вот так пойдем дачу даже контент так ты можешь настроить чтобы она нас вместе с ним а как вот эту все-таки у нас пунктик это чайный дворцы все это великолепие а где-то на подсознании так и так те же чайный домик мы все карты смотрим таки а где чайный домик блин кину вот те уже дворец еще вот этот еще больше ну да да ну а в чайный домик то где посмотрите что здесь происходит мне кажется вовнутрь тоже можно где-то заходить наверняка о ну вот это уже вот это уже наверно точно но ну-то большое к то что говорил но и полос но из полос все это в таком еще вот такие двоякие прямо впечатления все это такое мне кажется где-то вот санкт-петербурге и дворцы и это все такое шик и блеск а это все как будто будто природа это постепенно забирает у человечества это все где-то на отшибе города это все вот клуб они не могут справиться с этим количеством травы вот чтобы было все очень пострижено то есть это все выглядит чисто но видно что они не справляются ну или может даже нету такой цели и задачи чтобы выглядело все как тогда то есть ну явно видно что это постепенно ветшает что это все вот так темнеет что все это вот здесь дорога асфальт прямо возле самого дворца тут вот нету не кантиков не бордюр чека то есть это все чисто но сказать чтобы это было вот на сто процентов ухоженно и опять же как тогда выглядело нельзя то есть это все выглядит таким уже немножко подуставшим но это конечно все равно грандиозно мы вот вы вышли к следующему замку и тут еще и еще больше что-то наворочили катастрофа здесь но можно подниматься если туда можно университет поздал вот уж эта женщина своем видео рассказы университет поздал вот тут вот молодежь расположилась прямо университет теперь они вот дети подростки учатся теперь здесь раньше здесь жили короли теперь университет а странно как у этого уриха нету видео с отсюда он перечислял все достопримечательности города там был поздал отдельного видео по уму нету здесь таки есть что рассказать и показать но нечаянный домик пойдем скачать не не вон там где она говоришь там кареты разворачиваться там был щитку подъем вот там дети показывал пойдем для этого надо спуститься с лестницы подруга танцует и что делать какой-то эспирент амфоры 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 это вот эти кто стоит вчера вспоминали слово да точно и слово выдумали другое я слово амфоры а я выдумал какое монстре здесь опять вон опять вот такая полукругом а два одинаковых здания смотри там такое же с такими же лестницы винтовыми и между ними идет вот это вот с колоннами галерея не галерея ам-дам-дам-дам-дам-дам улица улица это не улица давай покажи двести шестьдесят четыре подписчика хотят ставить давай колоннады колоннады и это называется не галерея есть другое слово типа галереи с колоннами или кого надо это есть чувство напишите в комментариях напишите в комментариях как называется где мы сейчас идем напишите где мы а вот это подруга своей носится туда-сюда я на видео какие-то в инстаграм записаны смотри видишь камеру там себе настраивает и людей нету настраивай себе камеру в инстаграм заставляет красота рай для инстаграмщиков для инстаграмщиц так где чайный домик мне интересует прямо я иду и не могу успокоиться что здесь происходит я вот вспоминаю мы были в турции например там был какой-то источник там какие-то развалины небольшие все тут же продают значки открытки посвященные этому где мы еще были ну мы были мне кажется и вот на юге там были там тоже киоски стоят со всякими магнитиками да 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 везде как правило если есть какая-то достопримечательность это значит они ну целуют эту возможность и чтобы заработать на туристах им всякое продают сучивают какие-то там попрошайки цыгане что-то там тебе постоянно я уже забыл когда я встречал так чтобы вообще что-то об этом говорить но мне кажется в любом случае какая-то суета всегда возле какой-то достопримечательность здесь вообще никого и ничего нету то есть мы такие ну да большая да большая площадь поэтому все разбрелись а блин не было и не на входе и на выходе ни одного киоска ни одного мороженщика кофейщика только одна была ресторанчик очень цивилизованный в драхан этот хаос и все никого не машин не велосипедисты ну как есть чуть-чуть прямо вот поштучно хотя количество этих вот достопримечательностей количество этих замков да блин в любой другой стране или в другом даже мест даже в той же германии везде где есть какие-то достопримечательности там есть какая-то туристическая индустрия а здесь ничего вообще удивительно просто так сейчас верим карту мы все-таки доход идем китайский дом домик вот она карта наконец-то мы можем увидеть нормальную наш штанта вот это вот впереди да а это вот каваната таки дух так называется это вот кому этот университет вот университет спуздам и чинезише хаос ну здесь будете скажу еще что мы вознесли вот это надо надо по этой дороге вот когда как обратно идти вот туда вот так идти идти там где-то потом почти у выхода почти у солнце всю замка свернуть вправо будет нам счастье и там же где-то ромиши бедер рядом будет киса все пойдем значит вот так и вот так а ромиши бедер мы тоже наверно не видели мы там в этих краях мы не были да мы пойдем к нему и там вот так вот это наверное вообще это вообще в самом начале значит видели тоже тут еще какой-то шлюх просто блин но если мы будем на бедер может там уже к нему заскочим пользуясь случаях ну все погнали в возвращаемся обратно я бы здесь покатался на велике погонял ну здесь можно да нет полно нельзя будет где-то в таких местах на велосипеде так ну что мы можем там нырнуть и вот так пойдем это так вот с далека это знаешь это колоссально такой вид и у входа стоят две огромные статуи видимо какие-то богини по дороге монументально огромные прям огромные нашли мы наконец дорогу которая идет вот прямо через вверх с парка от начала до конца его он еще какая-то беседка просто беседка но мужик не идти не будет остались мы остались мы соответственно и вы без чайного домика потому что мы взяли фальши след неправильный след и теперь мы удаляемся и удаляемся от чайного домика как-то не идем не в ту сторону оси уже идти туда-обратно нету поэтому мы вот нашли очередной он ворона купать очередной небольшой замок ну какой-то домик который очень похож по описанию как чайный вот из того видео что мы смотрели тоже такой вот был зелененький золотом ну вот это какой-то шарлотом вот такой вот домик мы еще нашли который очень-очень похож на чайный зонтику наверху это китайские штучки кислот как это куда-то куда-то не туда нас целый навигатор делал потому что вот эти зонтики это все это мне кажется китайская тема чинвизише хаос да как и бог была севшая батарея в общем я снимал снимал и ничего не снимал походит нас вижу мы или разговор последний наш был по поводу вот этих статус которых здесь сотни по всему парку и выговорить что они грузерли я это тоже подтверждаю но они прямо какая-то кумуга какая-то тут каждая статуя какая-то история то они сеют то они пашут то они скруткуют то какие-то молодец это все эти закидывают женщины мужчины иголы перемешку в общем интересно они походу раньше то книги не особо читали просто ходили и статую рассматривали и додумывали придумывали там в истории по этому поводу ну короче бред всякий несу не бредится это бредится да я что интересно мы уже прошли 16000 шагов и мы еще далеко нет вы уже вот на выходе мы еще далеко не в отеле и это сегодня походу будет 20000 шагов всего и я вот не припомню когда я вообще столько ходил и ходил ли вообще прикольно пикапирус говорит что пойдет но уже все вот смотрю главное не останавливаться главное говорит не останавливаться тут опять и черные все выходят ему не дает покоя оригинал или наводнём кстати тоже интересно немаловажно ах у них там одно типа у был урожайный год это богиня плодородия принесла засуху и нил разлился всякие они там писали хронику вот эти чего-то в стране там не случалось нефертити радио тройню и все в таком духе в общем пришли в ресторан но не совсем ресторан при отеле а какой-то банк ресторан а в ресторане в руси пришли тоже кое-что здесь есть напитки и немножко покушать а ну все фланг кухонь и у меня бюргер вот такой фланг фланг кухон фланг кухон фланг кухон фланг кухон особо есть нечего фланг кухон кухон вы Продолжение следует...